Увеличение выплаты за третьего ребенка, компенсации за обучение детей из многодетных семей. Два десятка вопросов рассмотрели парламентарии. Проверку Межведомственной комиссии по подготовке его объектов к предстоящему зимнему периоду прошел Карачаево-Черкесский филиал Росгидро. Она по праву заслужила любовь и признание жителя и юбилей отмечает талантливой драматуркой и журналист, народный поэт Дина Момчуева. Миннац подвел итоги республиканского творческого конкурса среди журналистов телевизионных и печатных СМИ. Награждение победителей состоялось в филармонии. Здравствуйте, в эфире телеканала Россия 24, Карачаево-Черкесия. Глава республики Рашид Семреза в Москве встретился с министром спорта России Олегом Васильевичем Матыцыным. Руководители обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в развитии физической культуры и спорта в республике, в первую очередь в обновлении спортивной инфраструктуры. В частности, речь шла о строительстве в Карачаево-Черкесии регионального спортивного центра для подготовки спортсменов по различным видам спорта, среди которых борьба, бокс, дзюдо, самбо и другие восточные единоборства. Для занятий по плаванию в центре также планируется строительство бассейна. Рашид Семрезов договорился с министром о совместной работе региона и специалистами Министерства над разработкой проектно-сметной документации здания центра. Глава республики доложил Олегу Васильевичу о достигнутых результатах в данной сфере за последние 10 лет в Карачаево-Черкесии построено свыше 130 спортобъектов, а это физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля, бассейны, многофункциональные спортплощадки. Только до конца текущего года в республике появится еще 12 новых объектов. В этом году Министерство спорта России празднует юбилейную дату. 100 лет исполняется со времени образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. За это время удалось сделать многое как на федеральном, так и на региональном уровне. Впереди запланировано много новых совместных проектов и направлений. Накануне состоялось 50-е пленарное заседание Народного собрания Карачаева-Черкесии. Депутаты рассмотрели два десятка вопросов, в их числе внесение изменений в законодательные акты о социальных гарантиях, нотариальной деятельности, налоговые послабления по некоторым направлениям, проект бюджета республики и ряд других. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Большинство вопросов, которые депутаты рассмотрели на очередной сессии Народного собрания, ранее уже прошли определенную процедуру прений и согласований на заседаниях профильных комитетов. Так, один из наиболее, пожалуй, интересных касался законопроекта, в котором отражены поручения главы Карачаева-Черкесии Рашиды Тимрезова, парламенту и правительству в сфере здравоохранения и социальной политики. Это увеличение единовременной выплаты за третьего ребенка с 35 до 50 тысяч рублей, повышение размера республиканского материнского капитала со 100 до 150 тысяч, а также доведение компенсации за обучение детей из многодетных семей, где один или оба родителя являются инвалидами с 30 до 50%. Мы с коллегами с Министерства труда и социального развития разработали законопроект, в котором отражены были поручения главы Карачаева-Черкесской республики, рождение Рашиды Тимрезова, в частности, о поддержке отдельных социальных групп. В частности, там о повышении регионального материнского капитала, о единовременной пособии при рождении третьего ребенка, ее увеличение размера социальной поддержки при обучении в колледжах в очной форме многодетных семей, где один или оба родителя инвалиды. Предложенные дополнения положительно скажутся на уровне благосостояния отдельных категорий населения. Несколько рассматриваемых депутатами вопросов касались финансовой составляющей, в частности, первое чтение бюджета республики, исполнения расходов, налоговых послаблений по некоторым видам деятельности. Готы, в первую очередь, призваны помочь нашим предпринимателям. Также непростое время и у них. Здесь у нас идет, во-первых, поддержка. А такие основные новеллы – это поддержка туристической деятельности, кто имеет места временного проживания, соответственно, для них снижена ставка. И для всем известных наших предпринимателей, которые производят текстильную продукцию. Но здесь мы немножко сделали условие, что количество наемных работников должно быть. То есть эта льгота кратковременно, если он набирает людей, туда устраивает. То есть пытаемся решить две задачи – помочь предпринимателю и помочь людям устроиться на работу. По словам министра финансов республики Вадима Камышана, на данный момент оценка выпадающих доходов позволяет рассматривать предлагаемые льготы для поддержки предпринимателей. На заседании также были обсуждены изменения в законодательные акты о нотариальной деятельности, государственной службе, а комиссии по надзору за несовершеннолетними ответственны на обращение с животными, градостроительная политика в регионе. Артур Махцемураджан Кёзов, Вести Карачао-Черкесия. Карачао-Черкесский филиал «Русгидро» успешно прошел проверку межведомственной комиссии по подготовке его объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду. Паспорт готовности к зиме, подтверждающий техническую и квалификационную готовность энергического предприятия к работе в любых погодных условиях, опубликован на сайте Министерства энергетики России. Для коллектива это положительная оценка, означающая, что в филиале созданы необходимые условия для успешной и безаварийной работы станции в осенне-зимний период. Сформирован необходимый запас оборудования, запчастей и комплектующих, отметил главный инженер Карачао-Черкесского филиала «Русгидро» Алексей Гужева. Подготовка гидростанции осуществлялась в соответствии с утвержденным планом без отставания от установленных сроков. Гидроэнергетики своевременно и качественно завершили ремонтную кампанию, а также годовую программу технического перевооружения и реконструкции. Комиссия, в состав которой вошли представители Ростехнадзора, системного оператора Главного управления МЧС по республике, отметила высокое качество проведенных работ. Специалисты оценили готовность основного электротехнического и гидромеханического оборудования зданий и сооружения филиала к работе в осенне-зимний период, обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и всем необходимым для работы при отрицательных температурах, а также к действиям по ликвидации возможных нештатных ситуаций. Юбилей отметила народный поэт Карачаева-Черкесии, известный драматург и журналист Дина Мамчуева. Из-под пера Дины Тарелевны вышло много произведений, в том числе и исторических. На протяжении многих лет автор вносит значимый вклад в сохранение и развитие карачаевского языка и литературы. О том, как прошел юбилейный вечер в родном для Дины Мамчуевой Доме печати, расскажет Дарья Тензит. Имя народного поэта Карачаева-Черкесии Дины Мамчуевой хорошо известно в тюркском литературном мире. Любовь к поэзии она переняла от матери, которая тонко чувствовала народную поэзию. Дина Мамчуева получила большую любовь и уважение не только местных читателей, но и зарубежных. Мы горды тем, что Дина Тарелевна Мамчуева стала мастером литературного слова, и это великое достижение принадлежит карачаевскому народу. Говоря о творчестве и деятельности Дины Тарелевны Мамчуевой, необходимо отметить ее неоценимый вклад в соцветие культуры многонациональной России. Ее творческая деятельность, словно солнечный луч, освещает путь народа в зеркале национальных традиций, отражая национальную и общечеловеческую культуры. От имени председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтия Карачаева-Черкесии Исмаила Хаджибердиева Дину Мамчуеву поздравил и наградил орденом за заслуги перед умой второй степени ректор Карачаева-Черкесского исламского института имени имама Абуханифа Бухамад Батчаев. Он отметил, что эта заслуженная награда станет почетным украшением в доме поэтессы. Дина Мамчуева являлась одним из примеров для меня лично, как человек, обладающий блестяще, обладающий своим родным языком, человек, который мыслит на своем родном языке, который излагает грамотно слова, которых на сегодняшний день редко встречаешь таких людей. Дина Мамчуева по праву заслужила любовь и признательность жителей не только нашей республики, но и всей России. Она творчески одаренная личность, человек большой души. Во время поздравления Джошербек Качкаров отметил, что благодаря Дине Мамчуевой перестало существовать выражение «лицо кавказской национальности». Ее душа подлинно интернациональная, радует всех нас. Мы живем в многонациональной крочае-черкесии. В мире согласия, все народы крочаются русские, черкесии, абазины, нагайцы. Без каких-либо конфликтов. В этом и есть заслуга Дина Тарелевна тоже. Великое творчество – это составляет искусство. Ее творчество как раз-таки принадлежит искусству. Зам. председателя Парламентского центра комплекса «Безопасность» Сергей Александрович Харьков награждает Дину Мамчуеву. Недалью. Недалью, когда кому не народный пропит, а обычая перемешка. Большинство произведений Дины Тарелевны переведены на языки многих народов. Поэтому не только в Карачаево-Черкесии, но и во всех концах России читатели по достоинству оценивают ее яркое творчество. На протяжении всего мероприятия звучали теплые поздравления от коллег, знакомых и тех, кто неравнодушен к творчеству заслуженной поэтессы нашей республики. Мне очень повезло, что я живу и работаю с такими красивыми, умными, талантливыми людьми. Мне сегодня дышится легко, я даже не чувствую свой возраст. Особую благодарность хочу выразить устроителям и организаторам этого мероприятия. Каждому читателю ее поэзия будет близка. Она пропитана особой любовью к родине, народу и языку. Она затрагивает темы, понятные и важные для людей. Торжественное мероприятие завершилось теплыми пожеланиями Дины Мамчуевой. Пусть наша солнечная Карачаева Черкесия засияет ярчайшим бриллиантом в алмазах славы Великой России. Благополучия и добра вам, вашим близким и друзьям. Пусть счастье окружает вас, как остров окружает океан. Произведения и прочтения Дины Мамчуевой окрыляют народ, пробуждают самые светлые чувства и укрепляют национальное достоинство. Дарья Тендит, Медина Джанкезова, Михаак Каракелян, Вести Карачаева Черкесия. Паули Хабец прошел вечер «Портрет. Я все сказал, сделал все, что мог», посвященный столетию великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. С начала года отделом культуры Хабецкого района было проведено множество мероприятий, посвященных жизни и творчеству Расула Гамзатова. Различные музыкальные и танцевальные номера творческих коллективов порадовали всех собравшихся зрителей. В мероприятии приняли участие также представители Республики Дагестан, Карачаева Черкесия Магомед Магомедов и Рамазан Манапов. Ее на участники встречи портрета читали стихи дагестанского поэта и исполняли песни из его богатого творчества. Представитель Республики Дагестан, Карачаева Черкесия Магомед Магомедов выразил всем организаторам благодарность и отметил почетными грамотами. Мне еще хотелось бы здесь пользоваться случаем выразить славу благодарности всем городским и республиканским библиотекам, всем учебным заведениям, которые провели мероприятие по юбилею Сулета Раслуга Камзатова Карачаевской Республики. Хотелось бы отметить, что из муниципальных районов и городских округов, к сожалению, такие мероприятия провели именно в Хабейском районе. Уже второй раз здесь, как мне было сказано, и открытие, и вот сейчас открытие года Раслуга Камзатова. И в Малокорачаевском и муниципальном районе тоже было такое же значимое мероприятие. В филармонии Черкеска состоялось награждение победителей республиканского творческого конкурса на лучший материал по профилактике терроризма и экстремизма среди представителей региональных средств массовой информации. Призерами конкурса в этом году стали 12 журналистов, в их числе и сотрудники ГТРК Карачаева Черкесия. На церемонию награждения побывала Дарья Тендит. В торжественной обстановке для подведения итогов конкурса среди журналистов собрались представители телевизионных и печатных СМИ республики. С приветственным и поздравительным словом к собравшимся обратился министр по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Мурат Есинеев. Он отметил, что журналистам сейчас в эпоху распространения фейковой информации важно оставаться объективными и справедливыми. Я хочу, прежде всего, поблагодарить вас за вашу работу, которую вы делаете все вместе, особенно наших, будем говорить, призеров. Мы вас любим, уважаем, ценим. Еще раз поздравляю вас, творческих успехов. Но со своей стороны обещаем, что в следующем году мы постараемся, чтобы сумма премии была еще больше и количество претендентов тоже было больше. Журналисты ГТРК «Карачаево-Черкесия» в числе лучших отмечены почетными наградами и ценными призами от Министерства по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Республики. В номинации «Лучший телевизионный сюжет» Алла Динаева, «Лучший телевизионный публицистический материал» Ольга Савенко, «Лучшая операторская работа», «Репортаж авторский проект» Зумрад Халкечева. «Самый главный критик для нас – наши зрители, для которых мы работаем на протяжении долгих лет», отмечает Алла Динаева. Спасибо Министерству по делам национальности, массовым коммуникациям и печати за то, что проводят такие мероприятия. Ведь каждая награда – это стимул для дальнейшей работы. А коллегам по Перу желаю, чтобы у них было много творческих идей, вдохновения. Но и самое главное, чтобы и в нашей прекрасной Карачаево-Черкесии, и в большой необъятной стране, и во всем мире мы жили под мирным небом. Почет традиций и современных тенденций коммуникации являются основными приоритетами в развитии культуры. Слово имеет колоссальную силу и влияние на общество. Журналисты – неравнодушные люди, которые готовы работать на поддержание мира и спокойствия нашей Карачаева-Черкесии. Мир меняется, люди меняются. А в России, как было это и 100, и 200, и 300 лет назад, по-прежнему нужна доброта, милосердие, сострадание, справедливость. И вот мы в России и не врачи. Спасибо тем людям, благодаря которым я шла к этой награде. Спасибо. Будьте счастливы, любимые наши дорогие телезрители. Конкурс журналистов стал для республики традиционным, и каждый год интерес журналистского сообщества к нему не утихает. После торжественного награждения мероприятие украсили вокально-хореографические номера артистов нашей республики. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия. Состоялся военно-патриотический диктант. Это масштабная всероссийская акция. Она проходит по всей стране за час. Участникам надо было найти ответ на 50 вопросов. На каждой дается ровно одна минута, а времени на раздумье практически нет. Свои знания проверили воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард Черкеска». Чтобы правильно ответить на задание военно-патриотического диктанта, необходимо было быть подкованным из самых разных науках, истории, социологии и права. Большой блок вопросов в этом году посвящен специальной военной операции. И пусть на этом экзамене, говорят организаторы, оценки не ставят все равно, участие в военно-патриотическом диктанте должно помочь разобраться в новейшей истории и тех событиях, которые происходят в наши дни. Дети должны, так скажем, знать тематику. Для этого, конечно, вся система военно-патриотического воспитания в нашей стране, в том числе и в нашем городе, направлена на то, чтобы дети знали свою историю. Поэтому, конечно, трудности будут возникать в любом случае, что-то они могут не знать. Но цель диктанта в том, чтобы ребенок потом, выйдя, прочитал, что-то новое для себя узнал, то есть совершенствовался. Это самое главное. Если ты достаточно хорошо знаешь историю своей родной России, то написать его не составит труда. История России, она вся безумно интересная, увлекательная. И, честно говоря, не могу выделить какой-то определенный период. Историю очень интересно изучать. Узнается много важной информации про свою страну, свой край. И на очереди сладкие новости, которые непосредственно касаются пчеловодов Карачева-Черкесии. Мед из пасеки нашего земляка Виктора Кузьменко был признан самым качественным среди монофлорных светлых медов, представленных на всероссийском конкурсе «Лучший мед России». А его коллега Мурат Бастанов, представивший продукты питания на основе меда, тоже разделил с ним радость собственной победы. Состязание стартовало на прошлой неделе на базе Центра «Мой бизнес» более 30 медовых сомелье. В течение нескольких дней оценивали и выбирали из 310 представленных образцов меда со всех регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья, самый достойный по составу вкусовым качествам мед. Всего определили победителей в 12 номинациях гран-при конкурса завоевал монофлорный мед из Башкатарстана. 7 по 30 ноября проходила Всероссийская осенняя неделя финансовой грамотности. Наша республика традиционно подключилась к данному марафону в завершении цикла осенних мероприятий. По финансовой грамотности на площадке Северокавказской государственной академии состоялась финансовая квест-игра «Маршрут успеха». Инициатором мероприятия выступил Северокавказский федеральный университет при поддержке Министерства финансов в Карачаево-Черкесии и Северокавказской государственной академии. Специальный репортаж Альбины Ламковой смотрите далее, а наш выпуск завершен. Северокавказской государственной академии